Девушки отдыхают Сильно мы могли это чувствовать Но, друзья, дальше Нам нужно Использовать свою голову Свои мозги Скажи мозги У меня есть мозги Аминь, аминь У нас есть мозги У нас есть воля У нас есть эмоции Нам нужно правильно понимать Каким образом Бог дает власть Действительно ли так, что мы На прошлом служении Нас помазали маслом И мы что-то пережили Достаточно ли этого Чтобы использовать, чтобы наслаждаться Той властью, которую Христос дает нам И чтобы это понять Чтобы это понять Нам нужно понять Как Христос дает нам власть Как Евангелие от Матфея Девятая глава С первого стиха по восьмой Иисус исцеляет Человека Того, кого трясло Его принесли Сделали дырку в крыше И принесли Это не то, как сейчас такая крыша Там была просто соломенная крыша И там сделали дырку в крыше И пропустили этого человека к Иисусу Иисус был доступен И там вокруг была толпа И к нему было труднее подойти И они опустили этого человека Через крышу Прямо к нему И видя их веру Иисус сказал Твои грехи прощены тебе А фарисеи, которые стояли в этом доме И слушали слова Иисуса Про себя подумали Кто это такой Кто грехи прощает Кто он такой Но Иисус, видя их мысли, сказал Он видел, что в их мыслих Что в их сердце И сказал Эй, почему вы так думаете В своих сердцах Что легче сказать Твои грехи прощены Или сказать Вставай и иди Но чтобы вы знали Что сын человеческий Скажи сын человеческий Чтобы вы знали Что сын человеческий Имеет власть Есть власть Прощать грехи Он сказал Встань иди И он встал и пошел Вставай, бери свою кровать Иди домой Он встает Истеленный Берет свою постель Если кто не был в Ирайле Я тоже не был в Ирайле И кто не жил в древних временах То знайте, что это не была постель Такая, как сейчас Хотя, может быть, сейчас У тебя такой есть покрывалка Постелька Такой на полу матрасик был И он привык спать на этом И он взял, поднял это И отправился домой И у людей челюсть отвисла И они были удивлены И вывод В восьмом стихе Народ, видев это, удивился И прославил Бога Давшего такую власть Человекам Они прославляли Богу Которые дали Людям такую власть Иисус был одновременно Бог и одновременно человек Слушай, одновременно Бог И одновременно человек Сын человеческий И поэтому, если мы смотрим на Христа Ошибка смотреть на Него Только как на Бога Это неправильно Смотреть на Него Только как на человека Он человек Бог Иисус четко говорит Что все то, что я делаю Так же и вы будете делать Это значит, что Иисус как человек Все, что он делал Так же и мы способны делать Мы не способны на то, что способен Бог Но мы способны на все то, что демонстрировал Иисус здесь на земле Люди прославляли Бога за то, какую власть Бог дал людям Иисусу как человеку Иисусу как человеку была дана власть Евангелие от Матфея 10, 1 стиха Сказано, что призывав 12 учеников своих Он дал им власть над нечистыми духами Он дал им власть Он дал им власть Над нечистыми духами Чтобы изгонять их И врачевать всякую болезнь И всякую немощь Мы только что считали в Слове Божьем Что люди прославляли Бога И уделялись Какую власть Бог дал Христу Человеку И в то же самое время Богу Но в то время было мало тех Кто думали, что он был Бог Все думали, что он был просто человек Но Иисус дал свою власть Ученикам И отправил их И сказал Идите и проповедуйте Идите и изгоняйте Темных духов Поднимайте Мертвых Воскрешайте И проповедуйте Что Царство Божие приблизилось И исцеляйте И они ходили проповедовать И они И исцеляли Они делали все то, что делал Иисус И сказано, что он пригласил 12 учеников Дал им власть Он дал им власть И у нас появляется вопрос И этот вопрос появляется у каждого Как он дал власть И начинаются всякие перверсии И начинаются различные Вопросы Как же мы получаем власть от Христа Люди начинают придумать Какие-то странные учения Другие Мы должны слушаться своего пастора Он тогда у нас будет власть Мы должны делать то И тогда будет власть Послушай Да, это правда Частично Но это не вся Полная картина Действительно ли Иисус прислал этих 12 учеников И сразу дал им власть Которая возможна Там не написано Он возложил руки или нет Там не написано Вдохнул ли он на них или нет Как он дал эту власть Каким образом он передал эту власть Интересно ли тебе Как? Потому что если мы будем знать Как он дал власть Так мы и будем знать Как мы можем эту власть получить Власть над своей жизнью Власть над нечистыми Бухами Власть над Адом Аминь Власть Чтобы исполнить волю Божию В своей жизни В жизни других людей И это власть Это сила Итак Посмотрим в Слово Божье И откроем сами Как получить власть Как быть тем У кого есть власть Как получить от Иисуса То, что он нам дает Марка 13-34 Иисус говорит притчу Притчу о том, что нам нужно бодрствовать Он говорит, что это сравнимо с человеком Который, уходя в путешествие Оставил свой дом И дал своим ученикам Всю власть И каждому дал свое дело Дал все власть И каждому свое дело Иисус в притчах Рассказывал о Притчах Царства Небесного Иисус жил на земле Три с половиной года Служил Приготовил 12 членников Дал им власть И здесь написано Что он дал им Всю Всякую власть Всю власть И сам ушел Послушай, Иисус сейчас Сидит Одесной Бога Но через Дух Святой Он здесь И все те, кто знают Его лично Которые принимают у Него власть Им принадлежит вся власть Скажи, нам принадлежит вся власть Аминь И важно это понять Важны все эти пункты Будут 9 пунктов Как же Иисус эту власть дает Как эту власть можно получить Почему же мы не видим тогда в своей жизни И служении То, как служил Иисус Друзья, мы безусловно это можем видеть в своем служении Если мы принимаем то, что Иисус насыщит Мы получаем Его власть И применяем ее Друзья, Иисуса нет здесь с нами Но Он оставил нас здесь на земле Чтобы мы в силе Святого Духа строили Царство Божие Начиная с себя И оканчивая с каждым человеком Итак, как Бог дает власть Девять пунктов Девять пунктов Первый Рождение свыше Не будет много иллюстраций Не будет никаких красивых рассказов Будет просто место Писания Из Библии Не могу помочь Мне Бог не повелел рассказывать Какие-то красивые истории сегодня Он сказал Открыть Слово Божие Скажи Слово Божие Конкретно Слово Божие И его будет много сегодня Первое Это рождение свыше Скажи Рождение свыше Аминь Аминь Евреям 10.14 Ибо Он одним приношением Навсегда сделал совершенными Освящаемых Тех, кто верит Ему Одной жертвой Одним приношением Навсегда сделал совершенными Каждый, кто верит в жертву Христа Каждый, кто принял Христа в свое сердце Он новое творение Новое творение Дух Святой Живет в этом человеке Вселяется в человека Сам Божий от них И твой Дух Он дружит с Духом Божиим И ты перед Богом И ты перед миром И перед дьяволом Стоишь, как сам Христос Потому что Христос в тебе И в тот момент, когда ты принимаешь Христа В свое сердце Как своего спасителя Ты получаешь власть Скажи, у меня есть власть Ты получаешь власть Смотри 1 Иоанна 5.4.5 Кто побеждает мир Как не тот, кто верует Что Иисус ес Сын Божий Рождение свыше Каждый, кто рожден от Христа Каждый, кто рожден от Бога Каждый, кто верует Его Он рождается Заново в тот день Когда он принимает Христа И не будет каких-то новых Христраций Будет у нас Старый В тот день, когда я принял Христа Как своего спасителя Я не только понял И знал Но я даже почувствовал себя Как тот, кто правит Над собой И над обстоятельствами Я был сотворен Как новое творение Если я до этого Нарушал законы Был наркоман И пьяница И не мог справиться С своей жизнью В один момент Я был в новое творение Во Христе Иисусе Аминь Аминь У меня вдруг появилась сила И власть На своей жизни Аллилуйя Скажи У меня есть власть И сила На своей жизни Скажи Я сам отвечаю За свою жизнь И для меня нету Ничего невозможного Потому что я новое творение Новый человек Аллилуйя 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 Рождение свыше Каждый, кто рожден от мира Побеждает мир Побеждает мир Что нам нужно Что-то особенно Нет Нам хватает того Что мы рождены от Бога И Библия говорит Что ты побеждаешь мир И то, что в мире И то, что в твоей плоти Ты побеждаешь Ты побеждаешь В пятом стихе написано Кто побеждает мир Кто Кто побеждает мир Тот, кто помазан маслом Кто хорошо выглядит Кто хорошо учится Кто победитель мира Тот, кто верует Что Иисус Есть Сын Божий Только тот, кто верит Что Иисус Есть Сын Божий Достаточно верить Что Иисус Есть Сын Божий И у тебя Уже появляется Власть над миром Все, что рождено От Бога Побеждает мир Ты можешь сказать Это нескольким людям Ты рожден от Бога И ты победитель Друзья Друзья, Слово Божье Живо Живо Живее всего живого И эту песню Которую мы пели Были очень Подходящие слова Чувствуешь ты или нет Бог действует в тебе Чувствуешь или не чувствуешь Холодно или горячо Бог действует в твоей жизни Послание к римлянам Восьмой главе С девятой по одиннадцатый стих Знаю, что Христос Воскресных из мертвых Уже не умирает Смерть уже не имеет Над Ним власти Ибо что Он умер То умер однажды для греха А что живет То живет для Бога Так и вы Почитайте себя Мертвыми Для греха Вы мертвы для греха Но живы же для Бога Во Христе Иисусе Друг, ты умер для греха И живешь для Бога Потому что ты рожден от Бога И каждый, кто рожден от Бога Побеждает грех Побеждает мир Ты можешь не грешить У тебя есть власть Ты можешь не грешить Ты свободен И ты рожден от Бога Скажи, я могу не грешить Я могу спокойно не грешить Потому что у меня есть власть Все, что рождено от Бога Побеждает мир Кто победитель мира? Только тот, кто верит Иисус, есть Сын Божий Веришь ли ты, что Иисус Есть Сын Божий? Тогда ты победитель И первый враг С которым нужно справиться Это твоя собственная плоть Твое тело Ты сам Первое От Фессалоники 2.13 Посему им мы Не пристанно благодарим Богу Что приняв От нас слышанное Слово Божие Бог действует в нас Точнее, Бог действует Со своей силой в нас Которой мы силуем Если мы веруем Если мы веруем Что Иисус Умер и воскрес И ничто особенное Ничто другое Как только рождение свыше И в момент рождения свыше Ты получаешь власть над миром Власть над своим телом Власть над дьяволом Аминь Первый пункт Первый пункт Как Иисус Дает власть Это рождение свыше Он дает людям выбор Верить во Христа Или не верить Второе Личное отношение с Богом Я говорю Личное отношение Это я всегда учил об этом И всегда буду учить Как основу основ Основ всего Все библейские персонажи Помажен за мной Сильные Все, кто оставили Свои следы в истории Эти люди Как Моисей Друзья Моисей Восходит на гору И 40 дней Проводит вместе с Богом 40 дней Моисей был человек Который регулярно Отдалялся от людей Чтобы быть один на один С Богом Давид Псалмы Давида И все, что мы читаем о нем Слове Божьем Это свидетельствует, что У Давида были свои личные отношения с Богом И большая часть из псалмов Это псалмы Давида И большая часть из них Все эти песни Все эти слова Которые В форме стихов написаны Понятно, насколько Давид заботится об отношениях с Богом Это его слова Это его отношения Это его отношения к Богу И во всех важных, трудных ситуациях Он всегда говорил Дайте мне одежду священника И он накрывался Эти покрывал Эти одежды И шел молиться И получал Водительство от Бога Даниил 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 Великая личность Помазанная личность Победитель Которого львы Которому львы Не могли покоснуться И которого огонь Не мог пожрать Человек Которым написано Что у него была комната С окнами Которые были направлены В Иерусалим И ты раза в день Падал на колени И регулярно Проводил время с Богом Иисус Христос Пришел Бог Человек Одновременно Была необходимость Регулярно Регулярно Дома С утра В каком-то В разных местах Он регулярно Проводил время Даже перед своей смертью На кресте В Гефтиманском саду Он озелился От учеников И проводил время И он получил силу Сделать это Чему он был призван То, ради чего Он пришел сюда На землю Его ученики Мы считаем В Слове Божьем Что Петр Когда к нему Явился Корнолей Он был На горе Не на такой горе Как здесь Но Он Он регулярно Это делал Он проводил Время с Богом Друзья Личные Отношения С Богом Нам необходимо То, что ты Рождаешься выше Это еще не ответ На вопрос Как Иисус Дает власть Второй пункт Нам самим Нужно практиковать Наши личные Отношения С Богом Должны быть Личные Дисциплинированные Отношения С Богом Они могут быть Спонтанны Но в основе Должны быть Регулярные Запланированные Отношения И мой совет Делать это С утра Пока день Не начался Конечно Разным людям У них Разный Ритм Поэтому Ты сам Выберешь Своё лучшее время Лично Моя голова Лучше всего Работает с утра И пока голова работает Пока я читаю Слово Я читаю Слово Божие Провожу Время с Богом Потому что С утра Когда я уже устал Голова уже Так хорошо Не работает И я не отдал Богу Это лучшее И я не получил От Бога То лучшее С уставшей Разумом Аминь Итак Личные отношения С Богом Именно там С Богом Будучи наедине Таким образом Не знаю как Но Бог Дает Себе Как верующему Власть Силу И направление Личные отношения С Богом Аминь Третье Первое Рождение Свыше Второе П.А.Д Личное отношение С Богом И третье Церковь Церковь Божье Слово Говорит В Матфея 16 Иисус Говорит Петру И говорит Тебе Ты Петр И на всем Камне Я создам Церковь А Петр Значит Скала Твердое Основание Петр Не всегда Был Петр Он был Симон А Симон Значит Водоросль Водоросль Ничего такого Сильного Но Иисус Дал ему Новое имя Он сказал Ты Петр И на всем Камне Я создам Церковь Мою И врата Ада Не одолеют Ее И врата Ада Не одолеют Ее Драузи Кого не одолеют Церковь Драузи Саки Драузи Церковь Скажи Церковь Ты видела Фильму Кого-как Густакана Ты видела Фильму Фильму Кур Шурикс Тостус Колекционер Где Шурикс Тостиканс Кааа Колекционерова И он Был тост Котору Он записал Какая птичка В отличие от своего коллектива Решила Лететь отдельно Эта птичка Решила Приблизиться К солнцу И приблизиться к солнцу Так близко Чтобы ожгла крылья И упала И тот Договорил тост Сказал Так выпьем же за это Чтобы мы никогда Не отделялись От коллектива Аминь Брата Ада Не одолеют Церковь Драузи Церковь Думать Думая сам Что ты можешь сам Без церкви То вдруг Я могу назвать Это сектантизмом Если церковь считает Что она может Одна сама Без содружества С другими церквями Тогда я это Можешь назвать Сектантством Если конкретная Власть Церковь Как бы Какие бы они Индивидуальны Не были Если они считают Что могут быть Отделены от общества Тогда это сектантизм Мы можем Только вместе Потому что Он голова А мы его плоть Важно быть в церкви И не только Смотреть и слушать Что здесь происходит Но реально Вмешиваться в это И быть частью Всего того дела Которое Конкретная церковь делает Ведь врата ада Не одолеют церковь Первое Рождение свыше Второе Личное отношение С Богом Третье Церковь Четвертое Учитель Я не могу найти Нормальное слово По-латышски Но нету такого слова По-русски это звучит Наставник Наставник По-латышски нет такого слова Но есть такое слово Ментор Но что это такое Ментор Я не знаю Кто так говорит Ментор Ментор Это более правильно Но это не соответствует Слову Которое нужно было бы Использовать церковью Иисуса начинают Мастером Учитель 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 Наставник Иисуса так звали Поэтому я выбираю слово Учитель Но это не прямо Учитель Это помазанный человек Человек Которому Бог дал Власть Который идет В правильном направлении И очень часто Это пастор из церкви Через которого Бог открывает Визию церкви Который собирает церковь Который заботится О церкви По счету Мудрые люди И не только один А допустим Через книги Учитель Помазанные люди Не просто где-то Как-то Какие-то непонятные люди А те люди На которых Жизнь которых Видна Божья сила Не просто Потому что Какой-то пастор Что-то говорит И ты что-то чувствуешь Нет Самое важное Какие плоды Жизнь этого человека Действует ли Бог Реально Жизнь этого человека Могу ли я От него учиться Могу ли я От него учиться Могу ли я Действительно Стать похожим А Христа через Него Похож ли это Человек на Христ Павел говорит Следуйте мне Как и я следую Христу Аминь Следуйте мне Как и я следую За Христом Очень важно Что у каждого Из нас Есть помазание Свой учитель В первую очередь Конечно Надо смотреть Что это был пастор Есть различные Хорошие Книги Если мы видим Как Мы видим Как пасторы Служат Те которые Признаны Действительно И у которых Есть плоды Жизни Сегодня Очень часто Церкви Занимаются Самоудовлетворением Что это значит Если нету Спасения людей Это есть Реальная работа В том направлении В котором Бог Благословляет Тогда появляются Помазанные Учителя Ну давай будем Учиться Пророчествовать Будем собираться Вместе И будем Пророчествовать Друг другу Самоудовлетворение У нас есть Божье Слово Что там нужно Проповедовать Пророчество От Бога Очень простое Иди Проповедуй Всем народом Вот тебе и пророчество Что нужно Идти пророчество Ой Один пророк Сказал все Что я думаю Послушай Друзья Нормальный пророк Это человек В жизни В которого Видны плоды Это значит Что за ним Стоят Большие церкви Все остальные По-кревицки Написано Самозванцы Я пророк Я пророк Мне Бог говорил Ну послушай Можно конечно Что-то Похвалиться И покордиться Вот я пророк Но это не тот человек На которого Нужно действительно Взять и учиться Да Можно конечно Немножко обдумать Что он пытался Тебе сказать Какой-то сон Может он видел Ну послушай У нас есть Помазанные Люди Сказано Что Бог Дал каждому Служение Дал Назначил Пророками Евангелистами Служителями Учителями Мы не можем Просто вот так Вот взять И говорить Я теперь буду Апостол Знаешь Что такое апостол Это человек Который собрал С самых низов Рос Рос Создавал группы Служения Церкви Потом он создал Много церквей Сотни церквей И в какой-то момент Сунается апостолом Потому что у него Сотни церквей Он уже не просто Епископ То же самое С епископом Пророчество Это эти же дары Друзья смотрите Не просто что вы чувствуете Или что вам нравится Но смотрите на дела И плоды Если хочешь Чему-то научиться Читать такие книги Которых есть Слушать тех Пасторов И учителей У которых есть Реальные плоды Они просто Болтовня Пустая Слово Учитель Учитель Это не просто человек Которого нужно Зребо слушать Это твой пример Ты видишь в этом Человеке Христа И ты тянешься за Христом Прошлое воскресенье У нас был помазанный Почему я это знаю Потому что что-то чувствую Потому что я на землю упал Или почему Нет Не поэтому Не поэтому А потому что я знаю Что он с нуля Бог через него построил церковь Спас тысячи наркоманов От ада и зависимости Тысячи наркоманов В тот момент Четыре тысячи Наркоманов В его центре Сейчас читают Слово Божие И становятся нормальными людьми Он был способен Организовать церковь В которой больше Чем двадцать тысяч людей Он был способен Сделать это Он друг доктора Йонги Чо Вот помазанный Вот помазанный Не просто где-то в интернете Он что-то увидел Что-то красиво Говорил Христианское телевидение Такое Христианское телевидение Такое Такие Такие Эти Этакие Тебе не нужно всех подряд Слушать Каких-то христианских Смотри на плоды человека Построй церковь И тогда поговорим Тогда я буду тебя слушать Тогда я могу что-то учиться Я хочу видеть плоды в твоей жизни И сколько людей тянутся за тобой Они просто какие-то непонятные врачи Знаете, если... Люди мне нравятся плохие врачи Друзья, но мы никаким образом не можем учить, что врач не от Бога Врач от Бога Но мы учим, что там, где врач бессильный Там Бог приходит на помощь И мы знаем, что и врачи от Бога И божественное исцеление тоже от Бога Аминь Итак, четвертый учитель Я это назвал Просто таким словом Хозяй, это не самое подходящее слово Это в первую очередь твой пастор Если, конечно, есть что учиться от него Во-вторых, это различные пастора, которые действительно что-то достигли От которых ты можешь учиться Как приоритет В первую очередь держа свою церковь Пятое Дождение слыша Церковь Итак, учитель и Деяние апостолов 4.13 Деяние апостолов 4.13 Когда они видели смелость Петра И видели, что они люди не книжные Тогда тысячи людей присоединились к Петру И присоединились к апостолам И церковь росла и возрастала И стало намного больше, чем в тот момент Они делали чудеса и знамения Они были арестованы и гонимы И им был опрос У них нет образования, нет ничего такого Обычные люди, как я и ты И фарисеи искали Причину Как, откуда У них такая власть и такая сила И они поняли Они удивлялись И они поняли, что Они были вместе С Иисусом Они были вместе с Иисусом Я хочу тебе напомнить С Иисусом, который одновременно Бог И одновременно человек Одна вещь — это личное отношение с Богом А другая — это помазанный или учитель Кстати, мы молимся Богу Прошлое воскресное служение Это служение было вдохновлено Духом Святым Значит, оно было под водительством Бога И это был ответ нашей церкви Как двигаться дальше Как двигаться дальше И вся эта проповедь, которую он учил Была о четвертом пункте Фактически Разве так не было? Об учительстве, о наставничестве Это, видимо, то, что было очень важно в нашей церкви Если ты хочешь наслаждаться Полным благословением Христа И видеть, как Бог действует в твоей жизни Как его власть распространяется в твоей жизни Что ты должен делать? Нужно слушать и делать Надо делать то, что делает пастор Не просто слушать его, а делать то, что делает пастор Я недавно поместил две старых проповеди на Фейсбуке Не помню, какие годы, но очень давно В 2007-м Пришатранвенске В церкви «Новое поколение» в Риге Кто-то видел? И что тебе нужно делать? Если ты хочешь ту же силу Ту же помазанную, которую пастор А что делать? Надо слушать, надо слушать Надо обязательно смотреть на его глаза И носить его портфель Не только Нужно делать то, что делает пастор В такой или иной мере Та же самая сила Которая на пасторе Будет действовать в твоей жизни Каждый на своем уровне По своей вере Библия четко говорит Что каждому Бог дал свою меру Веру Каждый в вашем случае Может группу вести Может взять свое служение Потому что человек Допустим Не может вести Домашнюю группу и все Но он может просто Слышать Может делать что-то в церкви И каждый может быть Полезен В общем деле Каждый может что-то делать Скажи аминь Аминь Но кто хочет идти дальше Кто должен делать все то Что делает пастор Но я буду делать все то Что делают те люди Которые идут передо мной Ты делай то, что я делаю А я буду делать то, что делают другие И опять-таки Не эти странные люди Которые просто через интернет Проповедуют Два-три человека Хи-хи-ха-хай Ничего в жизни не достигли Я и таких людей не слушаю Но я знаю, что они Не говорят много разумного Например, Натан Морис Когда пришел в Латвию Он был на евангелизации И он упомянул Этих служителей Фейсбука Которые на Фейсбуке сидят И проповедуют Слушай, у учителей Большая ответственность За то, что мы проповедуем О чем мы говорим Есть так много людей сегодня Без церкви Без пасторов Послушай Не верь им, что Они настолько прекрасно Живут У них нет ни власти Ни силы Ни жить святой жизнью Ни служить нормально Что-то начинают И потом опять это разрушается И жизнь полна грехов Ну аминь, ну Аминь Аминь Ведь Бог дает власть Только тем Кто рожден свыше У кого есть личное отношение С Богом Кто реально в церкви Ну есть нормальный человек В церкви На которого можно равняться Пастор Так Бог создал Так порядок Одних поставил Апостолами Других пророками Пасторами Учителями Каждый на своем месте Чтобы святых Приготовить К делу служения Я лично очень сильно вижу И чувствую Как все меняется Когда при тобой есть человек На которого ты можешь равняться Я был в сложной ситуации Все время Но эта ситуация Постепенно Начала меняться Мне есть на что равняться Мне всегда есть на что равняться И это появляется Видным образом Реально ощущимая личность И я вижу Как это меняется Мое мышление И я знаю Как это изменит Твою жизнь Пятая Пятая Молитва 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 И пост Как Бог дает власть верующим Молитва И пост Ученики не могли Изгнать Темных духов Когда к нему Принесли Одержимого мальчика Ученики приходят к нему Мальчик приходит к нему Ученики говорят Мы не можем его освободить А Иисус его В одно мгновение Свобождает И все удивляются И ученики спрашивают А почему мы Пастор Почему мы Не способны Изгнать Бес Он говорит Если бы ваша вера Была как горчичное зерно И вы сказали бы Горесе Передвинься отсюда туда То ничего не было бы невозможно И поэтому значит Что достаточно веры Но в этом случае Особенно Что этот род Бесы Не выходит иначе Как благодаря молитве И посту Нужно поститься Молиться Человек который не Молится Который не постится Маз Маз Мало влияния На духовном мире Скажи молитва И пост Молитва и пост У нас в церкви есть пост И мы начинаем Каждую суботу С 4 до 6 Где-то в этом месте Начинаем поститься Я правильно говорю По крайней мере я Можно раньше Но Просчитай так Что в следующий день Суббота ты будешь Есть в то же время Которое ты начал Допустим В обед ты начинаешь В обед ты заканчиваешь И можно так считать Что в год Это где-то 2 месяца Представляешь Это только благодаря тому Можешь ты Можешь ты Один День Постишь Этого достаточно Чтобы у тебя была власть Хотя мы брали Посты по неделе Две недели постов И даже 40 дней Пост Которые я никогда Никому не желаю Повторять Но если ты хочешь быть Как свой пастор Ну тогда давай Только до этого Приди ко мне И поговори со мной Обо всем этом Действительно ли тебе Это нужно Я скорее всего Тебя отправлю к врачу Проверить свое здоровье Действительно ли ты можешь Это сделать Это не шутки Мы это делали Мы с командой Это делали Кто-то выдержал до конца Это было ужасно Если были какие-то Визии И кто-то говорил Я постился Мне Бог говорил Это то и то Как классно было В том посту И там было так классно Что ты уже на Грани смерти Ты уже ночью не спишь Просто трясешься У тебя же голова не работает Тебе просто плохо Но Моисей постился Сорок дней Иисус постился Сорок дней И нам нужно поститься Может быть не сорок дней Чтобы сорок дней Поститься Нужно особое водительство От Бога Мы не остановимся У нас отсюда выйдут Учителя-евангелисты И домашние группы Будут в каждом доме Церковь Христос Мира будет во всех районах Риги Не только здесь Церковь Христос Мира будет в каждом городе И мы будем повсюду Божья слава И Божье присутствие Я это знаю И чтобы это произошло Нам нужно Соблюдать принципы Рождение свыше ПАД Церковь Учитель Молитва И пост Деяния апостолов 1.14 Они все Единственные Оставались в молитве Все они были вместе в молитве После воскресения Христа Он сказал Ждите Силу свыше После Дня Пятидесятницы Они все вместе сидели И молились Поэтому О молитве И о постели Я не говорю только Индивидуально И отдельно О коллективной молитве Очень важно Когда ты часть Тех кто молится Когда в твоей домашней группе Мы посвящаем Конкретное время Тому чтобы молиться О единых вещах Очень важно Что ты в церкви В молитвах Когда мы молимся О направлении Церкви Все вместе Единая молитва Скажи Единая молитва Сегодня на собрании И так же далее Перед каждым собранием Мы 15-20 минут Молимся Богу Повсюду нужно молиться Богу Доктор Йонгичо Очень четко говорит Молитва Это ключ Молитва Это ключ К пробуждению Я знаю, что у нас есть руководители Их люди В различных местах Они каждое утро Созваниваются Если люди на расстоянии И они просто по телефону Созваниваются И молятся Друзья, мы не способны Победить в духовном мире И получить победу Просто если мы Сами по себе молимся Нам нужна поддержка Нам нужна единая молитва Библия четко говорит Что они вместе молились И вдруг С неба Пришел Огонь Дыхание И все наполнились Духом Святого Когда начались перемены Когда пришла сила Когда пришла власть Когда в единстве Начали молиться Богу Аминь Я верю Единой молитве Я верю Что в Латвии Может измениться климат И Измениться состояние Тогда Нужна Единая молитва Всех церквей Люди думают Что они сами Справятся Но это не так Они думают Что они такие умные Но послушай Дьявол тоже очень умный И не тоже умный А действительно умнее Эти всех людей Дьявол хитрый И мы можем противостоять этому Только благодаря Сильной молитве Итак Молитва и пост Итак Шестое Осознанность Осознание Что я думаю Подразумевая По словам Осознание Мы должны подразумевать И понимать Кем мы являемся Во Христе Иисусе И об этом Павел Говорит в послании К Ефесянам И молится И говорит Ефесянам 1.17 И Павел молился Об этом Чтобы Бог Господа Нашего Иисуса Христа Отец Славы Дал вам Духа Премудрости И откровения К познанию Его И просветил Очень сердце Вашему Дабы вы познали В чем состоит Надежда Призвания Его И какое То есть Павел молится За Ефесян И местописание Насколько важно Понять Какая сила Вам дала Какая сила Вам дана Ты веришь Слово Божьему Тогда читаем Открываем Послание Ефесянам Послание Ефесянам Первая глава 17 стиха До 23 Я советую Также дома Прочитать это И провозглашать Своих молитвах Когда ты понимаешь Что есть состояние Во Христе Иисусе Ефесянам Ефесянам 1 17 стиха До 23 В 19 стихе Павел говорил Как бы вы поняли Насколько Велика Его сила В нас Которая Является В нас Верующих Насколько Велика Его сила В нас Которая Которая Проявляется В нас Верующих Как безмерное Величие Могущества Его В нас Как безмерное Величие Могущества Его В нас Верующих По действию Державной Силы В моей жизни В моей церкви В моем служении В моем доме Огромная Сила Проявляется В нас Верующих Могущества Которое Возвестив Во Христе Которое Он Возвестил Во Христе Воскресив Его Из мертвых И посадив Одесную Себя На небесах Преющих Всякого Начальства Власти Силы Господства И всякого Имени Минующего Не только Веки Сем Но и В будущем И все Покорил Под ноги Его И поставил Его Выше Всего Главой Церкви Которая Есть Тело Его Полнота Наполняющего Все Во всем И мы Его Плодь Он Глава И вся Власть Принадлежит Нам И тебе Одному Но Телу Христову Друзья У нас Есть Такая Власть У нас Есть Власть Не у Меня Одного А у Церкви Я верю Что Мы Все Церкви Молимся Тогда Этот Портал Может Закрыться Если Мы Все В единстве Молились Тогда Бо Этот Портал Закрыли Ведь Иисус Глава А Моего Тело Потому Что Вся Власть Под Нашими Ногами Под Моими Ногами Под Моими Ногами Речь идет Не только О Христе Что Вся Власть Дана Ему Но Тебе Мы Превыше Вся 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 Начальство Вся Власти Вся Сил Вся 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 Господ Вся Ком Все Под Нашими Ногами Аминь Аминь Все Он Поставил Под Наши Ноги И Все Покорил Под Ноги Его И Поставил Его Выше Всего Главой Церкви Которая Есть Тело Его Полнота Наполняющая Все Во всем Мы Его Тело И Вся Это Полнота Все Под Нашими Ногами Читай Думай Ведь Так Важно Разуметь Понимать Осознавать Шестой Пункт Осознание Осознание Что Тебе Дана Власть Не Действительно Власть Христос Не Действительно Власть Дал Бог И Это Нужно Понимать Это Нужно Осознавать Пиши На стенах Это Местописание Осознавать Например От Луки Написано Что Все Даю Вам Власть Наступать На Змеи Скорпионов И На Вся Силу Вражью И Ничто Не Повредит Нам Пиши Это Смотри Нам Дана Власть Нам Дана Власть По Змеям Скорпионов И По Вражеской Силе И Нам Это Никак Не Повредит Аминь Осознание Формируй Своё Осознание Относительно Того Что Говорит Слово Божие Итак Седьмое Один Два Четыре Пять Шесть Семь Итак Седьмой Пункт Седьмой Пункт Свидетельство Седьмое Свидетельство Книга Откровения 12 11 Они Победили Его Кровью Агнца Словом Свидетельство Своего И Не Возлюбили Души Своей Даже До Смерти Свидетельство Что Такое Свидетельство Они Победили Это Кровью Агнца Они Вместе Они Молились Они Постились Свидетельство Куда мы идем Что мы делаем Мы что-то там на фейсбуке Что просто делаем Что-то говорим Комментируем Идем просто на улицу Пошутить Поговорить Иисус Жив Или мы действительно Строим Слово Божие Мы действительно Это делаем Или просто делаем Вид Мы вместе Строим Церковь И мы не просто Что-то говорим Людям о Христе Мы делаем Этих людей Учениками Мы заботимся Мы молимся О них Мы работаем Свидетельство Очень важно Что наша жизнь Подчинена Спасению людей Свидетельство Живи Жизнь человека Который Свидетельствует Знаете Есть домашняя группа И структуры Которых Каждый Может Выразить себя Участвовать так Чтобы пришли Новые люди И они были Уступлены Молесильными И чтобы они Познали Бога Божья Церковь Божья Церковь Божья Царство Распространяется Через Церковь Вот тут один проповедник Проповедующий Там из Царства Божьего Послушай Царство Божье Через Церковь Это реальные церкви Реальные Живые церкви Что было в Ветхом Завете? Реальные Реальные люди Реальные люди Которые реально Поклонялись Богу Которые реально Были в Церкви Как я назвал Все Это Вот это вот Человеческие Вот этот вот Когда человек Я пойду Я буду служить Я буду делать Они навариваются Эти мысли И огромное дыхание И маленькая волна Только большое вдохновение И нету результата Человеку нужна Реальная работа Реальный труд Чтобы привести Человека к Христу Человеку нужен дом Духовный дом Епископ Андрей Чищенко Говорил мне Случай Он посещал какую-то церковь И видит Все там кричат Мы тоже иногда кричим И он иногда кричит Он сказал Тому пастору Твоя церковь Никогда не будет расти Почему? Потому что Они только и делают Что кричат Какой нормальный человек Придет в эту церковь? Ну скажи Какой нормальный человек Придет в такую церковь? Все кричат 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 Какой нормальный человек Туда сидит У всего свое время И свое место Есть специальные служения Специальные энкаунтеры В конце концов На служении есть порядок И есть специальные служения Освобождения Вот пожалуйста Тогда и будем Друзья, свидетельства Реальные свидетельства Реальный труд Реальный результат Самая большая проблема В том Что мы до сих пор Не можем принять И понять Что строить Царство Божие Это реальный труд А не просто Какие-то шуточки В этом и есть наша проблема Иисус четко говорит Кто возлагает руку свою На плуг И обращается назад Тот неблагонадежен Для Царства Божьего И кто не берет креста Своего не идет за мной Не может быть моим учеником Это слова Иисуса И сказано Что кто любит Отца Или Мать Больше, чем меня Тут не достойно Если мы что-либо Ставим больше Бога То мы не достойны Его Хочешь ли ты власть? Хочешь ли ты власть? Действительно ли у тебя Есть желание? Окей, тогда идем дальше Так, свидетельства Они победили кровью Христа И восьмой пункт Вера Восьмой пункт Вера Нам нужна вера И что такое вера? Вера это Правильно думать Правильно говорить И правильно действовать Я думал, что это вера Это когда я что-то чувствую Друзья, была хорошая песня Мы, кстати, научились С евангелизации Чувствую или не чувствую Бог, ты действуешь Аминь Чувствую или не чувствую Бог, ты действуешь Чувствую или не чувствую Послушайте Вера это Не чувствую Не чувствую Вера это Правильно думать Правильно говорить И правильно действовать Запиши это Правильно думать Правильно говорить И правильно действовать Правильно думать И правильно говорить Знаешь, что я думаю? Каждый руководитель группы и церкви, в которой каждые около ста людей, они уже апастора. Правильно мыслить, правильно говорить и правильно действовать. Надо правильно действовать. Если вы верите, тогда действительно это вера от Бога. И не только они две. Вера. Нам нужна вера. Марка 9.23. Вера. Все возможно верующим. Ты правильно думаешь, правильно говоришь, ты правильно действуешь. Все то, что ты сегодня слышал, все это надо начать практиковать. Вот как Бог дает власть. Марка 16.15. Он говорит ученикам, идите по всему миру и проповедует Евангелие всему творению. Кто верует и крещён будет, тот будет спасён. А кто не верует, тот погибнет. Но эти знамения будут следовать. Если выпьют смертоносные, смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Будут говорить новыми языками, будут изгонять бесов. И так Господь после беседования с ними вознёсся на небо и высел десну Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующих знамений. Аминь. Иисус говорит, идите, молитесь, и они молятся, проповедуйте, и они проповедуют. Изгоняйте тёмных духов, и они изгоняют. Помазывают маслом больных, и они исцеляются. И сам Бог через них действует. Друзья, вера, это очень просто. Мне в этот момент приходит, первый раз приходит, когда я начал снимать Дома культуры для исцеления. У меня нет денег, не было ничего, но у меня была вера. Я не мог это не платить, ничего подобного. Не было ни грубого прислабления, было ничего. Было только я, моя жена и два ребёнка. Одного фотоаппарата, другого ручка, я записывал и проповедовал. И больше, чем сто людей вообще без аппаратуры. Знаешь, какой голос нужен, чтобы без аппаратуры проповедовать такой толпе? У меня просто была вера. Правильно мыслил, правильно говорил, правильно действовал. И я снимал эти Дома культуры, проповедовал там. Это и есть вера, друзья. Это и есть вера. И девятый пункт, ещё есть девятый пункт. Первое. Рождение свыше. Второе. Личное дышание с Богом. Церковь. Четвёртая. Учитель. Пятая. Молитва. И пост. Шестое. Осознание. Тогда свидетельство веры и есть касание. Девятый пункт – это касание. Боже, прикоснись ко мне. Не кажется ли это тебе интересно, смешно? Прикоснись ко мне. Да, но Бог же прикоснулся к тебе в прошлый раз. Прикоснулся ли к тебе Бог в прошлый раз? Аминь. Был ли так, что не мог более спокойно усидеть в следующий день? Было такое или не было? У меня было. Горит. Огонь. А дальше что? Друзья, даже прикосновение Божие – это часть того, как Бог отдает нам свою власть. В Евангелии оттуда так написано. Он взял, дунул и говорил, возьмите Духа Святого. Ну, достаточно ли это людям, которые ходят от места к месту, от конференции, к конференции, прикоснись, прикоснись, прикоснись. Да, прикоснуться – это хорошо, это необходимо. но этого мало. Это только один из девяти пунктов. Чувствуешь или не чувствуешь, Бог действует. Чувствуешь или не чувствуешь? Ты правильно мыслишь, правильно говоришь и правильно действуешь. В завершении я расскажу что-то недалеко из истории Латвии, и это ко мне очень понравилось. Мне подарили книжку от сессии. Я всегда дарю книги, потому что она знает, что она мне очень нужна. Все не должны дарить книжку на малду, пусть... Потому что иначе эти книжки я, возможно, никогда не прочитаю, не успею. История. Интересная история. Что было в сессии, в замке? Все были. Это замок с очень интересной историей и очень значительной историей для Латвии. Костер сидит и фильтрует каждое мое слово. Не нужно бояться, все ли я правильно говорю. Потому что у него там компьютер гавил. Он там историю знает наизусть. Я постараюсь правильно рассказывать. Пил ли ты воду Венден? Знаешь, что такие Венды? Это те, кто жили в Латвии изначально. Ливийцы, Балты и Венды. И Венды, Курши. Они их прогнали до цессиса, и они там в цессии построили замок, там жили. И христианская экспансия, и первые монахи, и прочие с востока пришедшие. Запада, точнее, Запада, шли воины, рыцари. Все вообще не так плохо. И все не так плохо, как могло бы быть. Когда пришла христианская вера, Венды были первыми, кто приняли христианство. Они были одни из первых. И эти христианские, христианские, Запада начали принимать это. И у них были общие военные походы в Эстонию и так далее. И они друг друга завоевывали. И позже был орден, и кто были такие крестоносцы. Они пришли на территорию Латвии, и они были монахи, которые воевали. Они были отправлены в Палестину в Святую Войну. Они были те, кто заботились о церкви. Это была армия, армия Базниц. Представь, у церкви была вся армия. И я не говорю обо всех крестоносцев, потому что это не всегда было хорошо. Много было плохого, но изначально они делали хорошие вещи, там была хорошая идея, что они шли и проповедовали. Можно понять, они были особенными людьми, полностью отданы Богу. Но параллельно того, как они отдались Богу, они день изо дня учились в войне. У них была кавалерия и так далее. Вот эти братья пришли в Цесис к Вэндонам. И знаешь, они жили дружно с местными. Они брали налог, построили первый замок. Рядом с этим деревянным замком начали строить. Я думаю, действительно ли так плохо жилось им с ними? Налоги они брали. Это очень много. Четвертую часть. Если бы я сегодня посчитал, тогда у меня были какие-то райские времена. Мне кажется, они как в раю тогда еще жили. Хорошее время, не? Посчитай, сколько сейчас налоги забирают. Сколько? 45% Ну, половина. А ПВН? Посчитал? Так что живем. У них был свой порядок, у этих монахов. Там жило 12, 17. Примерно так. Но они сканцеллились на числе 12. У них была тяжелая кавалерия и так далее. И там было примерно 100 человек. И пищебал. И что делали эти войны? Цельские войны, они присоединились к немецкому ордену. Это история католической церкви. Но католическая церковь, к сожалению. Но это не к сожалению, это хорошо. Они отцы, они мать всех в церкви. Мы должны их уважать. Тебя нужно ценить и уважать своих родителей. Хочу дальше знать, что было. Как у них там шли дела, у них был свой порядок. Местерс был Ливония. Местерс был Ливония в то время. Это был Игаония и Витземе. Игаония и две Латвии территории. Местерс был в очень многое. В Латвии были очень много замков. Очень много замков было. Ну, друппы, я пробовал, что все, куда можно узнать. Обломки до сих пор можно видеть этих замков. И Местерс был главой всех этих войнов. Местерс был. И Местерс мог стать кем угодно. Латвия, Сливия, все кто угодно. До 14 века там вообще демократия была. Там не было разделений. Неемцы, а тут еще все могли. Это интересные факты. Изначально все не было так. К нам хочется думать. Но о самих войнах, как они жили. Каждые три часа. Час молитвы. Через три часа час молитвы. Они дали обещания. Бедности дали обещания. Они жили все в одной комнате на соломе. Молитвы. Когда они ели за столом во время доста. Там неделю. 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 Это не может шесть. Это не может шесть. Сорок дней пост. Потом такой пост. Там такой пост. И святая жизнь. Соломудрие. И можно даже нельзя разговаривать. А у нас все хорошо в церкви. Мы едим. И общаемся. Один читает местописание, другой ест. Там была дисциплина, там было клятвы, там был орден. Там были свои порядки, свои правила, свои дисциплины. И я во всем этом вижу власть и силу в этой дисциплине. В этих молитвах, в этом единстве представляешь, 12 воинов контролируют огромную территорию. Этот замок Цеси стал одним из самых значимых на той территории. И последний орден, вот такой человек Леттенберг. Он сам ходил там. Это была огромная милитарная, сильная сила, но также и духовная сила. Но знаешь, в 1557 году Иван Грозный ворвался в Цесис. Последние защитники, они закрылись башни и взорвали себя. Время советского времени тракторист, шерпом, открыл, что там снизу были люди, которые не хотели себя взрывать. Но они там умерли, погибли со всеми деньгами, со всеми богатствами. Нашли людей, которые тогда погибли. Иван Грозный был очень грозным человеком, царем. Те свинцы, которые он сделал здесь, вообще неудивительно, что они себя взорвали, потому что не хотели попасть в руки. Но почему так произошло, что если после этого Ивана Грозного была польская власть, шведская власть? Но больше никогда не было этой власти. Больше никогда не было этой власти. И позже этот замок вообще был забыт. И только сейчас его плюс-минус возобновили. Но от власти там уже нет никаких остатков, нет ничего особенного. Почему? Потому что историки пишут, что уже долгое время перед тем, как Иван Грозный ворвался, эти воины начали жить такой же жизнью, как и все аристократы. Брали себе жен, девушек, пили. Жили беспорядочный образ жизни. Не брали посты, не хранили себя. И не нужно было ждать долга, их покорили. И так пропала власть всего этого ордена. Друзья, почему я рассказываю эту историю? Почему я рассказываю про Иване Грозному? Я не знаю, как каждый из нас смотрит на эти воины, но мы можем учиться. Пока у них были свои стандарты, пока у них было свое решение. Пока они держались этого, они были непобедимы. Представь, двенадцать воинов контролируют сотни городов. Сотни городов. Двенадцать человек, сотни городов. Какая сила в церкви? Какая сила у тебя? Если ты эти девять пунктов будешь держать. Рождение с высшей. А что там держать? Родился с высшей семьи. А нам надо бодрствовать. Чтобы мы не потеряли то, что Бог нам дал. Речные отношения с Богом. Нужно держаться. Церковь. Учитель, надо же все правильно понимать. Молитва, посты. Все нужно держаться. Нам нужно понимать, кем мы являемся. Мы в воинах христа. Надо свидетельство строить церковь. Верить. И касание от Бога. Спасибо тебе за вкусную пищу. С твоей. С твоего слова. Что ты касаешься нас. Что ты ведешь нас. Что ты ведешь. Что несмотря на наши эмоции, ты действуешь в нас. Мы поклоняемся тебе. Мы прославляем тебя. Мы хотим следовать за тобой. И быть похожими на тебя. Аллилуйя. И прикоснись к каждому человеку в этом месте. Прикоснись к каждому. Каждому. Через свое слово. Своим Духом. Дух Святой. Если ты не знаешь, что за Христа к своему спасению. Если ты не принес его. Принял свое сердце. Тогда я приглашаю тебя сейчас. Можешь прийти сюда. И Луиза. Вместе с тобой. Будет молиться молитвой покаяния. Чтобы Иисус простил твои грехи. И был твоим Господом. Да, я тебя приглашаю. Да, я тебя приглашаю. От тебя через пастыра. Ты принес свою жизнь. Если ты хочешь, чтобы твою жизнь менялась. Ну, лучшую сторону. Да, я приглашаю сюда. И я помогу тебе молиться. И ты будешь. Просто повторяй за мной. Это очень просто. Это очень важно. И Библия говорит, что единственная жизнь, это Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. И сегодня тебе будет возможность избирать вечную жизнь. Выбрать самую лучшую для своей жизни. Иисус Христос. Очень хорошо. У вас много места. Можете приходить. Мы будем молиться Богу. Полит. Я буду читать слова покаяния. И ты повторяй за мной. Слухши, ты будешь сам мог слышать. Ты можешь закрыть глаза. И так будет легче думать о покаянии. Мы будем молиться Богу. Дорогой небесной тези. Сегодня я принимаю решение верить. Я приходу к тебе в молитву. Я верю, что ты послал своего народного Сына, Иисуса Христа, Который пришел воплотить человека на землю. И Который умер из-за всей Мои грехи. Который три дня был во гробе. Третья день он воскрес из-за мертвых. Сейчас вас седает, азизною Бога на небесах. И через свой святой дух он сейчас здесь. Дорогой Господь Иисуса Христа. Я признаю, что я грешен. И сам никогда не могу себя спасти. Третья день я желаю, что мне все мои грехи. Иди в мою сердце измени мою жизнь. Я хочу, чтобы ты был моим Господом. Спасибо, что все мои грехи прощены. Мне приятно лежит обитывание вечной жизни. И мой путь ведет на небеса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. КОНЕМ